Симфония Международный конкурс собрал талантливейших молодых музыкантов из разных стран. Операция «Маячок». Спецслужбы проверили, как на спецсигналы реагируют другие участники движения. Шум, нецензурная брань и курение. Лабытнанцы жалуются на пиццерии «Додо», где собираются компании школьников. Вместе с общественниками ответственные службы провели проверку. В строю четко чекание шаг. В восьмой школе проходит конкурс «Строя и песни». Стартовала 10-я спартакеада трудовых коллективов. В этом году она посвящена десятилетию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В Салихарде с грандиозным успехом отзвучала симфония Ямала. Международный конкурс проводился впервые и собрал на сцене Ямальской филармонии 15 талантливейших молодых музыкантов из разных стран. Как прошли конкурсные испытания, кто занял первые места и получил гран-при, расскажем в следующем сюжете. Ямал еще не видел такого масштабного проекта. Главное событие месяца – Международный конкурс молодых музыкантов «Симфония Ямала» завершился гала-концертом, на котором отзвучали лучшие произведения номинанты в исполнении участников из разных стран мира и музыкантов Московского государственного академического симфонического оркестра. Оценивала игру конкурсантов жюри и всемирно признанные профессионалы из Китая, Японии, США, России и других стран. Как сказал глава нашего государства Владимир Владимирович Путин, именно деятели культуры должны наводить мосты. И те молодые музыканты, которые именно здесь станут лауреатами впервые в своей жизни, я вас уверяю, навсегда на всю свою артистическую биографию запомнят именно Салихард, как ту точку на планете, которая дала им мощный творческий импульс. Конкурс включил в себя три номинации – виолончель, скрипка и фортепиано. Все музыканты показали себя профессионалами высшего класса. Ни один не разочаровал нас плохим выступлением. Поэтому я говорю от имени всего жюри, что мы пережили что-то уникальное, важное и то, что нас порадовало. Поздравляю от всей души. Председатель жюри конкурса «Симфония Ямала» Денис Мацуев признался, что отбирать конкурсантов было непросто еще на заочном этапе. Все прошли действительно лучше из лучших. Это было очень непросто. Но не значит, что те, кто не прошел, они неудачно сыграли или они хуже. Нет, конечно. Но таков рекламент. Все испытания были пройдены участниками с достоинством. Но первых премий в своих номинациях были удостоены виолончелист Богдан Ефремов, скрипачка Стефания Поспехина и пианист из Китая Жуймин. Гран-при по решению жюри было присуждено два. Обладателями стали Стефания Поспехина и Жуймин. Благодаря виртуозным выступлениям и непревзойденному масштабу, симфонию Ямала запомнят даже за пределами нашей страны. За конкурсом наблюдали более полутора миллионов человек из 30 стран мира. Это действительно для нас был и вызов, и в то же время мы очень удовлетворены результатом. При этом это первая попытка. Естественно, мы сейчас делаем определенные выводы, усилимся по главе с Денисом Леонидовичем, продумаем, как следующий наш шаг сделать еще интереснее. Уровень конкурса диктует серьезную конкуренцию, поэтому готовиться к следующему шагу, который состоится через два года, надо уже сейчас. До новых встреч в симфонии Ямала. Мария Киченко, Игорь Гуляр, информационное агентство Лабытнанги. Если машины пожарных или скорой помощи мчатся по городу со световыми и звуковыми сигналами, это не всегда говорит АЧП. Тренировки с прямым участием ГИБДД проходят регулярно. Одна из профилактических операций «Маячок» привлекла внимание водителей. Спецслужбы проверили, как на спецсигналы реагируют другие участники движения. Машина скорой помощи выезжает со спецсигналами не на каждый вызов. Только если ситуация этого требует. От времени прибытия подчас зависит жизнь пациента. В принципе, наши водители очень дисциплинированные. Всегда пропускают, относятся вежливо. Не бывало случаев таких, что они пустили? В моей практике нет. Задача пожарных такая же, как можно скорее оказаться на месте происшествия. Очень многое зависит от того, насколько правильно будут реагировать участники движения на машину со спецсигналами. Проехали по основным дорогам города. Все водители четко следовали правилам. Даже на перекрестках со светофорами ждали, пока проедет спецтранспорт. В целом, конечно, участники дорожного движения понимают, что необходимо пропустить. Они останавливаются, пропускают, чтобы машины могли беспрепятственно проехать. Водители, да, все понимают. Для сведения. За непредоставление преимущества специальной машине с маячками штраф от 3 до 5 тысяч рублей. В особых случаях – лишение права управления транспортом до года. Ирина Яковлова, Ольга Болдырева, Сергей Антропов, информационное агентство «Лабытнанги». Шум, нецензурная брань и курение. Лабытнанцы жалуются на пиццерию «Додо», где собираются компании школьников. Сразу несколько таких постов появились в городском паблике в социальных сетях. Общественники и комиссия по делам несовершеннолетних, полиция и наша съемочная группа отправилась на проверку заведения. Репортаж Дарьи Самородовой. Уютная атмосфера и быстро приготовленная еда позволяют посетителям расслабиться после тяжелого дня. Частыми гостями здесь бывают компании подростков, чтобы согреться после прогулки и воспользоваться бесплатным интернетом. Однако такие посиделки чаще всего превращаются в безудержное веселье. Приходим поесть и хорошо провести время. Получается провести здесь спокойно, комфортно, хорошо время? Местами да, но в определенное время здесь бывает бегают, матерятся громко. Поэтому беспокойно. Такое недовольство постоянно высказывают лабытнанцы и в социальных сетях, отмечая, что подростки не просто шумят и мешают другим отдыхать, но еще курят в туалетах и распивают спиртные напитки. Курят, да, мы замечаем, выгоняем, сообщаем в полицию. Да, да, в любом случае. Но они потом все равно приходят и втихую закрываются. Но все равно смотрим по камерам, сообщаем. Но очень тяжело с ними вообще разговаривать, потому что они не воспринимают и начинают рассказывать про свои права, что вы не имеете права на суды выгонять, потому что на улице холодно. Получается, что дети о своих правах узнали, а вот элементарным правилам этикета в общественном месте, к сожалению, не научились. Парую вот здесь вот мы вот вешали, то есть отсюда много пропадались вот эти вот распылители. Потом в какой-то момент мы в видео попали, что девочки фотографировались в туалетах, здесь вот лежали, прямо на ней. Вот они опять вот, все, не знаю. Тестанько отрывают, вот это все отрывает, все. Штрафы за непристойное поведение или курение ресторан быстрого питания везти не может. А вот охрану в заведении планируют поставить. Хотим поменять, в общем, охрану, на чоп, вроде как они селись, вот чтобы именно мы предоставили охранника, который будет здесь сидеть, и хотя бы небольшое контролировать. На момент проверки общественники не выявили серьезных нарушений в отношении подростков, но рекомендовали руководителям ДОДО фиксировать с помощью видеонаблюдения веселых гостей и сообщать в полицию. Такие рейды станут регулярными. Дарья Самородова, Григорий Волков, информационное агентство ЛВДНГ. В строю четко чеканья шаг. В восьмой школе проходит конкурс «Строя и песни». Сегодня кадеты начальных классов в составе команд показали слаженность в торжественном марше и в исполнении строевых песен. О патриотизме, готовности защищать свою родину и силе духа. В репортаже Рая Ермолаевой. Событие для восьмой школы значимое. Начатый в 2001 году эксперимент по внедрению военно-патриотического воспитания оказался успешным. Красивая военная форма с погонами на плечах, строевая подготовка, каждое утро построение и рапорт. В спортивном зале все отработанные навыки, достижения демонстрируют кадеты. Мы патриоты нашей страны, нам этот конкурс очень важен. Мы маршируем, поем песню, военные песни. Мы будем петь «Катюшу». Четвертый кадетский класс руководит этим взводом 10-летний Умут. От командира зависит результат всей команды. Работа проделана немалая. Каждодневные репетиции после уроков, а то и выходные, заметны сразу. Будущие солдаты шагают по спортивному залу. Идеальная выправка, оточенный до мелочей движения и фирменный парадный шаг. Жюри предстоит все это оценить по 11 критериям. Конечно, это праздник. Это возможность детям показать свои навыки, то, что они научились. Это единство команды, потому что они тренируются, выбирают песню, объединяются во время репетиции. Конечно, для детей это очень важно и значимо. И для нас тоже. Сегодня на плацу 6 команд. Больше ста кадет с третьих до пятых классов. Строевая подготовка – один из важных предметов. И пусть это не легкий труд для детских плеч. Ученики начальных кадетских классов уже мечтают о рядах вооруженных сил. Я хочу пойти в армию и стать военным. И мне пригодится маршировать, петь песни и перезаряжать оружие. Патриотический конкурс продлится три дня. Завтра показательные выступления у восьмых и девятых классов. Итоги смотра строя и песни подведут 16 февраля на празднике «Честь имею», посвященном Дню российского кадетства. Рая Ермолаева, Николай Снегир, информационное агентство «Лабытнанги». В «Лабытнанге» стартовала 10-я спартакиада трудовых коллективов. В этом году она посвящена десятилетию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 19 команд в течение года будут бороться за победу в девяти дисциплинах. В городском округе «Лабытнанге» живут люди, которые любят физическую активность. Тому доказательство спартакиада трудовых коллективов. Каждый год она собирает большое количество участников. В этот раз бороться за звание лучших будут 19 команд. Если прошлая успешная спартакиада была посвящена юбилею нашего города, то эта спартакиада посвящается десятилетию спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». В рамках открытия 10-й спартакиады состоялась церемония награждения победителей прошлого года. Третье место заняла команда Департамента финансов администрации города Лабытнанги. Серебряным призером стал Центр спортивной физкультурно-массовой работы. Первое место завоевала спортивная школа «Юность». В этом году настроены выступить, думаю, не хуже, чем в предыдущем году. Но борьба очень упорная, команды все равны, так что шансы у всех одинаковые, я думаю. Команда у нас, в принципе, сильная, сформированная. По следующим результатам мы довольны, мы в призовой тройке, но спортивную школу «Юность» мы все-таки намерены немножко обогнать. В этом году участники будут состязаться в девяти спортивных дисциплинах. Это дартс, настольный теннис, скоростной бег на коньках, эстафета по плаванию, кроссфит и другие. Начались соревнования с волейбола. Наша команда уже участвовала в прошлом году, а я непосредственно первый раз. Страшно? Всегда массовые такие виды спорта, они просто долгие и сложные всегда, мне кажется. Но для меня, я люблю волейбол, поэтому для меня волейбол несложный. Первыми на волейбольной площадке встретились команды «Нефрит» и «Спортики». Настрой у всех участников был боевой, но победу одержали спортсмены из «Харпа». Матч завершился со счетом 2-0 в пользу «Нефрита». Начало волейбольных баталий положено. Они продлятся до середины марта. Затем наступит очередь следующего вида спорта. Карина Щербакова, Сергей Антропов, информационное агентство «Лабытнанги». На этом выпуск завершен. Всего доброго, до встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин